Финансовое благополучие Нижегородской области. Глава региона Глеб Никитин внес проект бюджета на 2018 год на рассмотрение депутатов законодательного собрания. Стоит отметить, что в этом году изменились принципы формирования статей расходов. Они стали более публичными. Прежде чем внести главный финансовый документ региона на рассмотрение парламентариям, Глеб Никитин встретился с главами всех районов области и выслушал их замечания, опасения и предложения. Обсуждение основных параметров бюджета прошло и с руководителями нижегородских предприятий. Свои предложения по поводу того, куда нужно прежде всего направить бюджетные деньги, высказывают и рядовые нижегородцы. Причем мнения жителей как столицы Привожьей, так и районов области во многом сходятся. Озвучены разные сферы, но в основном акцент делают на социалку. Я считаю, что сейчас очень важно вложение денежных средств на реализацию социальных программ. Улицы, дворы, дороги. Это прежде всего надо будет благоустраивать. Я считаю, что средства областного бюджета в преддверии чемпионата мира должны пойти у нас на помощь малому бизнесу и малому бизнесу в сфере туризма. Пенсионерам льготы ветеранские, чтобы у них были не отменять их. И, конечно, на детей. На образование. Потому что это главная составляющая любого общества. Образование. На культуру. Мне бы хотелось, чтобы к этому присмотрелись внимательнее. Потратить деньги на развитие промышленности в области. Так? Вот. Определенную сумму. Второе. Помочь молодым, талантливым предпринимателям, которые могут принести пользу. На социальные программы, считаю, увеличение зарплат бюджетникам, поддержка молодых семей, многодетных и нашим пенсионерам. Безусловно, в условиях дефицита времени не все изменения удалось отразить в документе. Поэтому основная дискуссия о новых статьях бюджета развернется между первым и вторым чтениями. В то же время важно, что губернатор с самого начала демонстрирует открытую позицию управления регионом. Проголосовать за то направление, на которое необходимо потратить основную часть областного бюджета, может и любой пользователь сети интернет. Интерактивный опрос проводится на сайте Время.Н. Итоги подведем в ближайшие дни. Отметим, что ранее большинство интернет-пользователей высказывались на сайте за введение в Нижнем Новгороде одноглавой системы управления. Продолжение следует...